Что ж, доброго дня, уважаемые радиослушатели, присоединившиеся к ним телезрители телеканала САХА-24. Меня зовут Ирина Ефимова. Помогают мне вести эфир два режиссёра. Два Юрия, режиссёр радиоэфира Юрия Чекуров и режиссёр телеэфира Юрий Босиков. И в гостях у меня сегодня две прекрасные девушки. Одна из них победительница конкурсами с виртуальной Якутией Марии Заровняева. Вы можете её отличить по короне и ленте. И вторая — это Надежда Алексеева, менеджер конкурса, сотрудник компании «Синет». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, я поздравляю, во-первых, с победой. Спасибо. И команду конкурса тоже поздравляю с тем, что такое событие завершилось, потому что работа ведь шла несколько месяцев, я так думаю. Да, работа у нас началась ещё в сентябре, когда у нас стартовал отборочный этап. Отборочный этап шёл в два этапа. Мы в этом году выбирали девушек по УЛУСам, по районам республики. То есть наша конечная цель была, чтобы в финале конкурса... Максимально была представлена вся республика. Да, вся республика была представлена максимально. В финал у нас вышли 21 девушка, каждая из которых представляла свой район, в котором родилась, ну или из которого были родом её родители. А районов ведь у нас 33, включая Якутск. Почему тогда 21 девушка? Да, мы взяли самые крупные районы республики, город Якутск отдельно, а также у нас была объединённая группа, в которую могли заявиться девушки из других районов. Ну, таким образом мы объединили малочисленные районы. Северная, да? Да, Северная. И какой УЛУС представляла? Я представляла Усланданский район, так как родилась именно там. Но сейчас живёте, работаете? Сейчас живу, работаю в Якутске. Ну, расскажите немножко о себе. На данное время я работаю в Министерстве охраны и природы республики Саха и Якутия. И по совместительству ещё учусь в магистратуре Северо-Восточного федерального университета. А магистратура по какой специальности? Специальности у меня Управление пожарной безопасностью. Управление пожарной безопасностью? Да. Неожиданно как? А учились ведь вы в другом городе? Училась я в городе Красноярск по специальности ядерная физика и технологии. Совсем специфическое направление для девушки. Но так как я училась физман в классе, выбрала техническое направление. И тут вот интересная была история перед тем, как мы эфир начали. Мария рассказала, как она подавала там заявку в последний момент. Да, вот. На протяжении нескольких лет я хотела принять участие. И только в этом году получилось. И даже в этом году я подала заявку в самый последний момент. В то время я находилась в поезде Улан-Удэ, Красноярск. В Лан-Удэ я поехала к своему любимому человеку. Он отслужил в армии. И мы поехали гулять. И в последний момент я вот решилась и разместила фотографию с хэштегом «МВЯ-2016». То есть достаточно было в этом году просто... Да, в этом году у нас было много нововведений, в том числе новая упрощенная схема подачи заявки. Девушкам больше не нужно было формировать аркету, там какие-то другие данные, отправлять их на почту или приносить к нам в офис. Нужно было достаточно зайти в свой аккаунт, в любой социальной сети, отметить свою любимую фотографию, хэштегом «МВЯ-2016». После этого фотография становилась доступной для организаторов. Она формировалась в визитку девушки и размещалась в группе конкурсов в социальной сети ВКонтакте, где и шло у нас первый этап отборочного голосования. А таких фотографий могло быть несколько, да? Или одна фотография? Нет, от одной участницы принималась только одна фотография. Ну, благодаря этой схеме у нас в этом году было рекордное количество участниц, больше 370 девушек со всей республики. Также это позволило нам очень активно активизировать девушек, которые живут в районах и которые представляют Якутию, но сейчас учатся или работают в других городах России или даже в других странах. То есть они все могли спокойно... Да, нужно было просто поставить хэштег и получить свой шанс на победу в конкурсе «Мисс Спортальная Якутия». Ну, тогда теперь вот об этой фотографии расскажите, Мария, потому что я подозреваю, что это не было селфи из поезда Улан-Удэ. Нет, но я вот решилась и заранее уже знала, что я буду участвовать, и сделала специальную фотосессию. Фотосессию мы сделали в Якутске. Фотографом была Ирина Севцева и визажистом была Туяра Парникова. Специально для конкурса МВЯ мы подготовили одну фотосессию. А как фотографии выбирали, которые отправили? Потому что когда делаешь фотосессию, всегда же самое сложное — это выбрать одну фотку, да? Ну, я лично руководствовалась тем, что выбрала фотографию, на которой максимально я похожа на себя. Не какие-то подстановочные фотографии, а именно с улыбкой, естественно, такая фотография более живая. Что привлечь в такое внимание голосующих. Так, и получается, если я правильно поняла, вот 21 финалистка, то значит, что каждая финалистка, она, собственно, выиграла уже маленький конкурс красоты в своём улыбке. Каждая из этих девушек получает свой титул и также приз от аркомитета конкурса. В этом году у нас это золотые подвески в виде короны. То есть каждая 21 из этих? Да, каждая финалистка получает приз и диплом о том, что она является там мисс-виртуальной. Мисс-виртуальный Улз. Мисс-виртуальный Кус, мисс-виртуальный Наций и так далее. То есть помимо вот этой вот ленты и короны ещё есть какой-то значок того, что вы мисс-виртуальный Улзалдан? Да. Мисс-виртуальный корона, мини-корона. А вот эта корона прекрасная, она переходящая? Или это ваша собственность? Нет, это корона переходящая получается, и я у себя эту корону не храню. А, то есть она у организаторов лежит? Да, корона хранится у аркомитета конкурса, и используется при коронации новой победительницы. Ну, Мария, ещё немножко о себе расскажите. Чем вы увлекаетесь, ну, помимо ядерной физики? Помимо работы и учёбы я стараюсь уделить время себе. Утром плаваю, бегаю. Ну, сейчас у меня самые насыщенные дни. Я готовлюсь к своей свадьбе. И у меня свадьба будет через три дня. Поздравляю. Спасибо большое. Но по правилам конкурса не воспрещено финалисткам замуж уходить? Нет, с самого начала конкурса у нас были поставлены самые демократичные условия, чтобы привлечь любую девушку, которая мечтает о короне. У нас нет ограничений по модельным параметрам, по росту, по семейному положению. Принять участие может любая девушка. В этом году у нас было введено от 18 лет и без верхнего возрастного порога. А раньше было, наоборот, нижней, по-моему, планки не было? Нет, у нас было от 16 лет. От 16 было. А почему решили от 18? Ну, решили работать с совершеннолетними участницами. Ну, то есть это проще, когда какие-то... А что вот... Что-то ведь дальше будет происходить теперь? Сейчас мы подошли к самому главному нашему этапу. Это финальное голосование конкурсами с Виртуальной Россией. Оно проходит в приложении InDriver. Это генеральный партнер конкурса, который предоставляет призовой фонд. В том числе главный приз — это автомобиль БМВ, который достанется новой королеве. Мисс Виртуальная Россия — это следующий логичный этап конкурса Мисс Виртуальная Якутия, которому уже 17 лет. В этом году он переходит на новый федеральный формат и проводится по всей России. Такие же отборочные этапы, как в Якутии, прошли и в других городах и районах России. Во всех или в тех, где есть InDriver? Ну, в 23 районах. Ну, во всех самых крупных городах, получается, прошли. И сейчас у нас идет финальное голосование. Оно будет длиться до 13 марта. Так что призываем всех зрителей, слушателей принять в нем активное участие. Проголосовать за нашу Марию. Проголосовать за любую понравившуюся девушку, конечно же. То есть, как всегда, победительница будет определена именно зрительским голосованием. Потому что это было всегда главное отличие этого конкурса от всех. Да, голосование абсолютно прозрачное. У нас никогда не было жюри. Победительница всегда выбирает сама аудитория конкурса. В этом году именно голосование открытое. Сейчас вот видим, сколько голосов я сейчас набираю. И вплоть до 13 марта будет точно известно, кто выиграл. Абсолютно прозрачное голосование будет. Что-то изменилось, Мария, в жизни после конкурса? Абсолютно ничего не изменилось. Но количество подписчиков-то, наверное, выросло в разы. Ну да, подписчиков стало намного больше. Но сейчас я не замечаю, потому что я взяла по работе, я взяла отгул. И вот абсолютно готовлюсь к свадьбе. Да, к своему главному событию. Поэтому сейчас я не замечаю то, что со мной происходит даже. Абсолютно времени ни на что не хватает. Организаторы на свадьбу-то корону одолжат? Да, он нас... Надеюсь, что да. Запланирован выход невесты в короне. Да, обязательно. Фотографии обязательно будут. А в какой соцсети ты размещала фотографии? В Инстаграме? В Инстаграме. А какие еще у тебя соцсети есть? Или только Инстаграм? Только Инстаграм. Я в ВКонтакте не сижу ни в Одноклассниках, ни в Фейсбуке. Только Инстаграм. А Инстаграм завела специально для конкурса или был? Да нет. Почему? Как и все молодые люди, которые идут по... Мне бы хотелось просто какие-то собственные фотографии хранить, как альбом, что ли. Потому что в один раз в одном из конкурсов было условие завести обязательно дневник на дневниках ЕКТ и разместить фотки там. Причем эти участницы получали такой некий еще бонус, потому что помимо конкурсных фотографий там можно было в дневниках сколько угодно. Вести свой блог, привлекать новых голосующих за себя. Но в этом году у нас таких обязательных требований не было, каждый год у нас. Но в этом году было достаточно предоставить всего лишь одну фотографию в отборочном этапе. И для финала нужно было предоставить пять фотографий. А для финала отдельная фотосессия была? Да, фотосессий было многое. То есть где-то в районе трех фотосессий у меня было. И мы выбрали пять самых удачных и разных по стилю фотографий. А вообще до этого у тебя был какой-то вот такой опыт модели? Или это первый раз? Я бы не сказала, что я была какая-то фотомодель, модель просто я... Или для себя делала фотосессии? Для себя фотосессии были, да. Я люблю фотографироваться. То есть ничего, собственно, такого нового? Да, можно так сказать. А видео какие-то нужно было выкладывать, нет? Нет. У нас были только фотографии, но кроме этого с финалистками нашла работа по созданию нашего итогового, итога, подведения итогов. Это было у нас видеоцеремония. То есть в этом году мы отказались от привычного старого формата, когда объявление победительницы происходило в каком-нибудь ночном клубе. И об этом мы расскажем после короткого перерыва на рекламу. Мы вернемся в студию буквально через пару минут. Не переключайтесь. Ну что ж, мы продолжаем наш разговор с победительницей конкурсами с виртуальной Якутией Марии Заровняевой и менеджером конкурса Надеждой Алексеевой. Перед тем, как уйти на рекламу, как раз Надежда начала рассказывать о том, что церемония, то есть сам финал в этом году был чисто виртуальный. То есть... Да, мы решили расширить самый главный момент кульминационный и сделать его доступным для всех наших подписчиков, зрителей, всей аудитории конкурса. И организовали видеоцеремонию награждения наших победительниц, которая была доступна на нашем сайте. Каждый может зайти и посмотреть, как все это происходило, как это было. Главная победительница Мария Заровняева у нас была коронована и объявлена 22 февраля. Главным призом для него стала шуба, эксклюзивная норковая шуба от партнёра конкурса салона Торнадо, мобильный телефон iPhone 7 и другие призы. Ещё и другие призы были? Да. Ну, корона, ювелирные украшения, которые полагаются ей как финалистки конкурса. Потом вице-мисс стала Нергояна Васильева. И у нас также была специальная номинация «Красота в дне времени», которую выбирал партнёрку конкурса «Золотое время». Ей стала Айталина Беленкова. То есть они сами выбрали просто? Да, они выбирали победительницу в этой номинации сами. А вице-мисс голосованием тоже, кто на втором месте оказался? А отрыв большой был, кстати? Отрыв был больше 200 голосов. А один человек может один голос подать, да? Каждый человек может проголосовать за любую понравившуюся участницу, но только один раз. То есть он может выбрать... Можно за двух, можно за трёх, но один раз? Да. А не то, что там сидите... Каждый день. То есть вот эти вот истории, когда СМС, группа поддержки, этого не было в этом году? Нет, такого не было. И от финального выхода где-то в клубе тоже отказались? Да. Что ещё нового было в этом году? Ну, самым главным событием является то, что конкурс сейчас проводится по всей России, в других районах. И то есть в нём приняло всего участие несколько тысяч девушек. И мы можем уже говорить о том, что у нас есть, ну, отличный результат, очень красивые девушки, и мы все с нетерпением ждём финала конкурса. Ну, то есть то, что сейчас вот идёт голосование. А где оно идёт? Оно идёт в мобильном приложении «Драйвер». Достаточно зайти в меню, и там есть вкладка «Мисс Виртуальная Россия». Там представлены анкеты девушек, и можно проголосовать за одну понравившуюся. И сколько там сейчас девушек? Там 23 девушки. То есть из Якутии одна Мария, а остальные из других городов? Которые уже прошли какой-то отбор или просто... Да, в других районах проходили такие же отборочные этапы, как у нас с Якутиями, с Виртуальной Якутией. То есть там были абсолютно такие же этапы. Отборочные, отборочное голосование ВКонтакте, отборочное голосование в «Драйвере». И по итогам были определены финалистки. И в итоге из каждого города была выбрана одна девушка, которая будет представлять свой район, свой регион на федеральном уровне. И вот эта федеральная часть, она тоже будет виртуальной? Да, у нас планируется также виртуальная церемония. То есть, слушайте, как интересно. Получается, что организаторы конкурса... Ну, у нас обычно как бывает? Конкурс красоты проводится в Якутии, там, в Якутске, да? Потом организаторы или сразу договариваются, или потом уже ищут каких-то партнёров на следующие конкурсы. Там «Мисс Россия» или там сразу «Мисс чего-нибудь». А вы решили сами себе организовать? Да, мы решили приложить весь опыт, который накопился. У нас всё-таки более 17 лет проводится конкурс. Он вырос с такого городского конкурса, который проходил как бы на базе города Якутска, там, вместе с газетой «Ана плюс», когда девушки приносили свои фотографии. Да, главным призом, по-моему, была обложка газеты «Ана плюс». Да, у нас был главный... И фен. И фотоаппарат был ещё главным призом, плёночный фотоаппарат. Награждение проходило тогда в мэрии. У нас было там несколько участниц. Это было в 99-м году. После этого он вышел такой на более профессиональный уровень, когда каждая девушка, чтобы подготовиться к конкурсу, начинала думать об этом как минимум за несколько месяцев. Искала там тему фотосессии, хороших фотографов. То есть подготовка стала гораздо более тщательной. Поэтому мы решили применить этот опыт и как бы продвигать собственный конкурс уже в масштабах России. К тому же у нас был уже очень положительный опыт проведения конкурса на уровне страны. Мы провели конкурс в Минс-Виртуальный Казахстан в марте прошлого года. Там главный приз был также автомобиль. Был Ниссан Жук. И количество участниц, огромный ажиотаж, который вызвал конкурс, показали, что мы можем проводить такой же открытый, демократичный, интересный всем конкурс, заинтересовав буквально всю страну. Ну, в масштабе страны. Потому что Казахстан — это же отдельная страна. Там же у нас также были отборы по городам, а награждение проходило в Астане. Победительница стала очень красивая девушка, которая олицетворяет, наверное, все идеалы нашего конкурса. Она мама и мать троих детей. На тот момент у нее было уже трое детей, в том числе там новорожденные близнецы и младшие. — Тоже просто по фотографиям? — Да, было голосование, также виртуальное голосование. Победительница выбирала просто интернет-аудиторию. — А какие обязательства на королеву залагает корона? — Конечно же, с победительницей у нас заключается договор в течение года. Она представляет наш конкурс, является его лицом. И представляет, ну, республику буквально во многих интересных проектах. — Мария, а вот есть какие-то планы дальше участвовать? — Ну вот, кроме пока «Мистер Тайна России», пока других планов насчет конкурсов красоты ты не имел. Ну, пока вот только семейная жизнь, пока, и, конечно же, работа и учеба. — А вообще зачем ты пошла на конкурс? Для чего это тебе нужно было? — Ну, я бы сказала, как каждая девушка с детства. Любая каждая девушка с детства, наверное, мечтает стать принцессой, королевой. Ну, и я не исключение. Мне всегда хотелось примерить корону. И вот, и уже на протяжении, вот, обучаясь именно на моей спиртальной Якутии, я уже, думаю, на протяжении нескольких лет, так как я училась в другом городе, и не было такой возможности. А именно в этом году получилось принять участие. И вот рассуждать. — На что и условия конкурса изменились, и сама в Якутск? — Да, и сама в Якутск приехала. — А в Усилдане как давно была последний раз? — Последний раз была только летом. Ну, я каждое лето туда выезжаю обязательно, в обязательном порядке. Но так как сейчас вся моя родня живёт именно в городе Якутске, вот зимой поехать нет возможности. А летом собирать, типа, ягоды, грибы, обязательно в порядке. — А что вообще, я так понимаю, что у тебя была возможность представлять как Якутск, да, где ты живёшь сейчас, так и выбрать Усилдан. — Почему именно? — Почему, да, почему? — Ну, во-первых, я родилась в Усилданском лусе, во-вторых, мои родители из Усилданского лус, и я сама считаю, что я именно коренной Усилданец. Поэтому мне именно хотелось представить именно свой родной лус. — А поскольку всё было виртуально, то с остальными участницами ты как-то... — На протяжении конкурса, да, во время подготовки финальных мероприятий мы познакомились, нам удалось познакомиться. Ну, жалко, что не со всеми, но с большинством девушек мы познакомились. Наверное, это самая приятная часть этого конкурса. Ну, надеюсь, мы в дальнейшем будем с ними общаться. — А вообще, понятно, что подавая заявку, ну, конечно, думаешь о победе, да? — Конечно. — Потому что иначе смысла нет никакого. — Да, не из-за чего. — А когда появилась уже такая уверенность? — Ну, так как мы не знали, так как финальное голосование было закрыто, и мы не знали, кто, сколько голосов имеет, напряжение всё равно сохранялось до последних моментов. Пой до того момента, до коронации, до последних секунд я не знала, что я выиграл, поэтому такое напряжение и такое ожидание было. — А, то есть результаты были известны только организаторам, да? — Да, в день коронации только было 7 известных. — И на коронацию уже всех собрали? 20-21 девушку? — Нет, у нас было... — Как там вообще происходило? — Награждение победительниц, то есть мы вручали номинации тем, кто их получил по итогам голосования. То есть мы приглашали только их, а с остальными мы снимали общий видеофильм. — А, то есть, значит, из тебя пригласили на церемонию? — Ну, нас девушки не знали до самого последнего момента. — То есть пригласили на церемонию, понятно, что ты что-то заняла, какое-то место, какой-то приз есть? — На какое именно, нам уже не было понятно. — Мы пригласили лидеров голосования, который входил в тройку. — И то есть до последнего момента из трёх? — Да, пока ей не объявили, никто не знал. — Даже помню в тот момент, когда передо мной стояли все организаторы, была только лента, и в тот момент, когда оглашали результаты, в тот момент, даже до последнего, мне было неизвестно то, что я выиграла. Корону в самый последний момент вынесли. — Ну, и что ты почувствовала? — Ну, наверное, почувствовала весь спектр эмоций, еле сдержала слёзы. Ну вот, неужели это сбылось? Неужели это моя детская мечта сбылась? Вот первые ощущения были такие. А то, что были рядом родные люди, поэтому было легче как-то передать свою радость. — Ну что ж, здорово. Мечты сбываются не только у «Газпрома», мечты сбываются. Это прекрасно. И я напоминаю, что у нас в студии была Мария Заравняева, победительница конкурса «Мест-виртуальная Якутия» 2016, Надежда Алексеева, менеджер конкурса. Ну, а меня зовут Ирина Ефимова, и мы с вами увидимся здесь ровно через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok